Друзья, всем привет! Меня зовут Александра и добро пожаловать на мой цветочный канал. Сегодня мы вместе с вами пересадим моих подростков орхидей в двойные кэшпо арте. Я решила провести эксперимент. Эксперимент я решила провести, так сказать, на тех, кому не жалко. И я взяла несколько своих подростков, они все 2,5. Кто-то еще во мху, кто-то у меня уже был пересажен в кору. Но это не принципиально. И я хочу их посадить в такую вот, можно сказать, полузакрытую систему. Я не очень хочу про это рассказывать. Мне кажется, это супер неинтересно. И так понятно, что я сейчас буду сажать, вы все увидите. Поэтому сегодня я решила с вами поговорить просто о жизни, выставить свои какие-то мысли. Наверное, это можно назвать вот этим модным словом подкаст. Сегодня у нас с вами зеленый подкаст. На котором мы будем обсуждать людей в цветочном мире. Да, немножко, наверное, токсично. Но что-то, знаете, за последнее время у меня накопилось. Я решила высказать вообще, что я думаю об странненьких людях, которые есть в цветочном мире. Я сразу скажу, что не все такие. И большая часть, слава богу, нормальные. Нормальные люди, с нормальным восприятием мира, нормально себя ведут, нормально общаются. Но такие не все. Просто я недавно столкнулась с такой мыслью. Я услышала, мне сказали, что я думал, что в цветочном окружении все девушки милые, добрые, прекрасные. Они вот радуются цветочкам, и все хорошо. Хорошо, ребят, это не так. Давайте я начну пересаживать и буду рассказывать. Это совсем не так, скажу я вам честно. Потому что я сижу в связи с своей деятельностью в большом количестве чатов, групп. И я вижу, как иногда общаются люди в цветочном окружении. Я вижу, какие бывают ситуации. И, ну, наверное, хочется про это рассказать. Я первый раз записываю такой голосовой подкаст. И если вдруг там что-то будет не так, или я буду не суперкруто говорить, это просто потому, что я это делаю первый раз. Вообще, что хочется сказать про людей в цветочном мире? У меня последнее время, что у нас вообще люди не только в цветочном мире, а просто в мире, немножко перегрелись. Можно так сказать? У нас на улице просто плюс 40. Наверное, можно сказать, что люди, они как будто бы перегрелись. И творят такие странные вещи, что ты смотришь и удивляешься. Вообще, как это возможно? То есть для меня до сих пор реально загадка поведения некоторых людей. То, что они там думают, пишут, высказывают и так далее. Вообще, у нас очень много таких токсичных людей, очень неприятных, которые любят высказать свое мнение и сорваться на окружающих. И знаете, это так смешно. Вообще, вы заметили, что у нас люди стали какие-то немножко нервные, ну, токсичные, да, можно так сказать, нервные, все в каких-то своих проблемах, и они пытаются побольнее ущипнуть других. И, ведя YouTube, ты это видишь, насколько это распространено, и насколько много вот таких вот обиженных жизнью людей, которые считают, что им все должны, которые считают, что они живут правильнее и больше знают, чем другие. И в своей неприятной манере они пытаются высказываться и указывают другим, что им делать, как им жить. Господи, да просто вот элементарный пример. Вот эти все люди, которые в комментариях пишут о правилах русского языка, о том, как нужно произносить слова, строить предложения. Я, когда это читаю, я думаю, серьезно? Настолько вам нечего делать или не с кем поговорить, что вы незнакомому человеку в комментариях указываете на его какие-то ошибки в его речи. Вот у меня как? И я думаю, что со мной согласятся сейчас адекватные люди среди моих подписчиков и тех, кто смотрит это видео, что когда ты открываешь видео какое-то на YouTube, и если оно тебе не нравится, не нравится, как говорит человек, не нравится, что он говорит, не нравится картинка, не нравится звук, да все что угодно может не нравиться. Мы все люди, мы все разные. В этот момент ты просто берешь, нажимаешь, выключить и закрываешь. Но так делают не все, оказывается. Оказывается, есть люди, которые высказываются и говорят свою фи в открытую. То есть вот им не понравилось там звук, картинка, произношение, неважно что. И они такие, откроют комментарий и начинают тебе писать, какой ты плохой человек. И я в этот момент смотрю и искренне не понимаю, как это вообще возможно. Причем, наверное, это все-таки какие-то проблемы в жизни у человека. Но я не верю, что человек, у которого все хорошо в жизни, будет сидеть и писать гадости в комментариях. Это действительно люди, у которых там, возможно, жизнь не удалась, возможно, какие-то проблемы. Я заметила еще, знаете, такой интересный факт, что все гадости приходят мне в комментариях либо до 10 утра, либо где-то с 6 вечера. То есть это когда люди едут на работу и едут с работы. И вот они, вот их там начальник замучил, они все такие недовольны. Они открывают YouTube. Тут какая-то девушка красивая, образованная. Вещают про цветочки. Показывайте, посмотрите, какие у меня красивые, как все классно. И они думают, ах ты, крашеная-то. Ну, как в цитате, помните, да? И начинают писать гадости. И ведь эти люди, они пишут не только мне. Я натыкалась на таких людей, которые веерно пишут гадости. То есть я вижу же аккаунт, который мне написал гадость какую-то. Меня это не цепляет. Мне вообще все равно, кто там что думает. А потом я захожу к другим девочкам-блогерам, цветочным, открываю у них комментарии. И там этот же аккаунт тоже пишет гадости. Понимаете? То есть человек просто веерно открывает красивых, успешных девушек, возможно, мужчин, не знаю, и пишет им, какие они не очень глупые, тупые, непонимающие и так далее. Но вот у меня нет времени, чтобы таким заниматься. И у любого нормального человека тоже нет времени, чтобы таким заниматься. Я прям реально ловила на таком некоторых комментаторов. Но вот есть такие люди, которые, видимо, так, я не знаю, настроение себе поднимают, самодовлетворяются. Зачем они это делают, я, конечно, не знаю. Если вдруг вы знаете, зачем люди так делают, вы, конечно, можете меня просветить в комментариях. Но это не самое интересное. Самое интересное, что у этих людей иногда как будто бы раздвоение личности. Из последнего, значит, захожу я тут на YouTube. И вижу, у меня высветилось уведомление, что мне оставили два комментария. И я в списке вижу имя аккаунта, который оставил комментарий. Их два. Я вижу, что они, эти комментарии, от одного и того же человека. Я, значит, открываю первый комментарий, и там написано. Фу, какая ты противная, стрёмная, невозможно тебя слушать. Открываю следующий комментарий от этого же человека, только под другим моим видео. И там написано, боже, какая красота, как приятно. Ну, вы понимаете, да? Один и тот же человек под двумя моими видео написал мне в одном месте, что я там стрёмная и противная, в другом, что всё классно. Для меня это какое-то раздвоение личности. И, понимаете, такие люди, они не только на YouTube. Допустим, чаты цветочные, где девочки делятся там какими-то, какой-то информацией, задают вопросы, где можно получить ответы там по своим проблемам. Цветочным я имею в виду. И в этих чатах есть люди, я прям видела. Я говорю, я много сижу в каких-то вот чатах, иногда их листаю, которые уверены в каком-то вселенском заговоре, что все, у кого цветы растут, они ведьмы. Что просто ведьмы, которые там открыли для себя эликсир жизни растений. И вот они им поят их, и у них растут. А я вот не пою этим, не поливаю, собственно говоря, не поливаю этим эликсиром, и у меня поэтому ничего не растёт. И они требуют со скандалами, представляете, со скандалами требуют, чтобы им рассказывали об этом эликсире волшебном. И когда ты отвечаешь такому человеку, что просто удобрения вам не помогут, что для того, чтобы растение хорошо росло, ему нужен правильный грунт, свет, тепло, влажность, не бывает такого, что ты просто подкормил растение, и оно стало шикарным. Нет, должна быть, должен быть набор вот этих вот параметров. Человек не верит, он пишет, что да вы тут все сговорились, да, конечно, вы никогда в жизни мне ничего не расскажете, вам же не выгодно, чтобы у вас была конкуренция. И ты думаешь, женщина, из какой психушки ты сбежала. Ну, понимаете, да, то есть для адекватного человека это вообще нелогично. А есть люди, которые так себя ведут, вот так вот общаются с другими, что-то от них требуют. Да кто ты такая, чтобы вообще требовать, чтобы тебе что-то ответили? Я искренне понимаю. И вот знаете, таким людям не хочется ничего советовать, потому что это тот класс людей, которым ты выдаешь целый список того, как сделать, чтобы было хорошо, по пунктам, подробно. А они тебе пишут, нет, я там делать не буду. Это что-то слишком сложно. Вот понимаете, вот насколько абсурдны бывают люди. И вот эти вот токсичные люди, которые устраивают скандалы в цветочном мире. Скорее всего, может быть, они еще и в других каких-то сферах так делают, я точно не знаю. Но вот в цветочном мире вот есть такое. Я когда на это все смотрю, мне так становится печально, что у нас такие озлобленные люди. И вроде бы ты занимаешься прекрасными, ты занимаешься растениями, ты даешь им жизнь, ухаживаешь за ними, радуешься, когда они тебе выпустили новые листики. А есть люди, которые, видимо, выращивают растения, чтобы соревноваться что ли с другими. И когда им эти другие не отвечают на их безумные вопросы, они возмущаются, они ругаются, они скандалят. Для меня все это жутко. Вот я честно вам скажу, я смотрю на это, и для меня действительно это жутко. Я не понимаю. Возможно, меня кто-то сейчас просветит, что там это нормально, но, по-моему, это ненормально, когда ты там ругаешься с людьми в комментариях, либо там в чатах, потому что тебе ответили не то, что ты хотел услышать. Но это странно. И знаете, такие люди, они странненькие есть не только среди просто девочек, которые выращивают растения. Например, все мы знаем, что сейчас очень популярно привозить растения из Азии, вне России, в общем-то, Азия, Япония, Корея, все из разных мест везут Тай. И я тут стала натыкаться на весьма странных продавцов. Вот знаете, уж что казалось, там, ладно, люди, но продавцы, женщины, девушки, которым требуется продать растения, которые хотят на этом заработать, это их бизнес, это их хлеб, которые кормят их, оплачивают их ипотеку, я не знаю, какие там кого обстоятельства, они могут там на это жить. Они тоже стали, ну, не стали, а новые стали появляться с каким-то, извините, приветом. Как это проявляется? Ну, вот я сейчас вам расскажу, вы поймете, что это безумие. Возможно, я не буду называть сейчас имен, но если меня смотрят люди, которые знают, о ком я говорю, и вы видели это, пожалуйста, не пишите в комментариях, я не хочу ни к кому отсылаться, я просто рассказываю про то, что я наблюдаю в цветочном мире. Если вы знаете, про кого я говорю, не надо упоминать этого человека, это неприлично, именно поэтому я сама это не делаю. Вот, есть продавец один, я про него как-то мельком слышала, но не видела, ничего никогда не заказывала, и тут я листала группу ВКонтакте и увидела опять отсылку к этому продавцу, и думаю, зайду к ней на страницу, посмотрю, что она продает, и может быть себе что-то выберу, потому что по людям в группе, которые у нее покупали, явно было, что она продает то, что мне интересно. Я не буду называть даже какая-то сфера, то, что мне интересно. Я перехожу к ней на страницу, и вижу у нее на странице такой пост, в котором написано, что продает она свои растения только в своей там группе, и чтобы у нее купить растения, дальше просто вдумайтесь, там написано, что, чтобы у нее купить растения, несколько человек, которые до этого у нее покупали растения, должны порекомендовать вас в качестве покупателя. Я когда это прочитала, я подумала, что? Чего вообще? То есть, чтобы мне у какой-то непонятной девушки или женщины-продавщицы купить цветы нужно, чтобы кто-то меня порекомендовал ей. Вы понимаете? Я не знаю, может, ей еще кровь сдать из вены, там, какие-то справки предоставить, там, справка из психушки, видеообзор моей квартиры, что я смогу ухаживать за этими растениями, что еще надо таким людям. Для меня это было такое удивление. То есть, я хочу купить цветок, я тебе деньги несу, деньги, забери мои деньги и получи, ну, выдай мне растения. Но нет. Чтобы она забрала мои деньги, нужно, чтобы несколько каких-то людей, которых я вообще понятия не имею, кто у нее покупает, ну, как бы я не могу знать всю Россию, несколько людей должны меня ей порекомендовать. Вы представляете, какой безумный? Я даже, ну, я просто когда это прочитала, у меня был шок, и я такая, что? Как вообще? Что? Куда? Зачем? Вот. Это вот один пример. Потом я тут тоже натыкалась на еще один пример. Тоже девушка продает растения. Там вообще очень интересная схема. Она у себя в канале устраивает чуть ли не голодные игры за эти растения. Как это проявляется? Она привозит очень хорошие и очень красивые, интересные сорта, которые практически у нас не продаются. Ну, там, если найти, то очень сложно. Вот. Она их привозит. И привозит, ну, по одной позиции, где-то по две, но в основном по одной. Снимает видео о том, что она привезла. Выкладывает. Сейчас, может быть, тоже кто-то узнает. Выкладывает это видео. И говорит, что завтра, там, в два часа дня, условно, я буду выкладывать позиции, которых я напомню по одной штуке. И, там, вы будете бронировать себе. Что происходит в эти два часа дня? Я прям наблюдала. Происходит чуть ли не драка. Женщины скандалят в комментариях за эти цветы. И, знаете, если бы это было вживую, мне кажется, они бы дрались. Они бы устраивали драку. Вот прям реально, как в голодных играх. Но вы понимаете, что это ненормально? То есть, а-ля, там, знаете, две девушки пишут комментарии, там, в 14.01, под одной и той же позицией, с разницей, там, в доли секунды. И потом у них начинается скандал, что это растение. А продавец с этим ничего не делает. То есть, она намеренно привозит маленькое количество растений. Хотя я уверена, что может привозить больше. Потому что все другие продавцы этих растений привозят партии. Допустим, там, 5 штук, 12 штук, там, 6 штук. Этот человек, зная, она привозит их каждые, там, две недели, кажется, или раз в месяц, я точно не помню. Зная, какой ажиотаж, зная, как люди бьются, ну, реально бьются за эти растения, она привозит по одной штуке, и потом начинается вот это вот бойня. Для меня это непонятно. Для меня это искренне непонятно, и я считаю, что это ненормально, что если ты продаешь растения, и ты видишь, что на них такой спрос, не надо делать так, чтобы люди у тебя там в комментариях чуть ли не готовы были киллера нанять другому человеку за то, что он раньше успел, или там, что ему отдали это растение. Ну, я одна считаю, что это ненормально. Наверное, нет. И вы понимаете, я когда на это смотрю, мне действительно непонятно, что вообще происходит с нашим миром, что происходит с людьми. У нас настолько вот такие одни озлоблены, вот именно на эту ситуацию если смотреть, у нас одни озлоблены, а вторые, во-первых, этим пользуются, и создают еще большую озлобленность. Вы же понимаете, что когда вот человек, который там ругается в комментариях, что ему не достался цветок, он же не просто ругается, он же портит настроение себе, портит настроение другим. Это скандальный человек, это вот те самые скандальные люди, которые пишут гадости в комментариях. Я уверена, что это те же люди, которые там, если видят вдруг, что кто-то там успешнее, быстрее успел купить этот чертов цветок, они начинают скандал, просто скандалы, интриги, расследования. Ну вот для меня это странно, то есть это, ну это правда ненормально. Наверное, я может быть такой человек, который хочет жить в каком-то идеальном мире, где никто ни с кем не ругается, и нет вот таких ситуаций, но все-таки, девочки, мы же с вами цветочки выращиваем, мы же с вами вот за красоту, за эстетику. И, наверное, когда ты за красоту и за эстетику, ну зачем вот эти склоки, зачем эти скандалы? Продавцы, которые подпитывают эти склоки и скандалы, это все так ужасно. Зачем это? Я правда не понимаю, зачем? Но все же и так хорошо, все действительно нормально. Зачем вот эти какие-то проверки, там, предоставьте мне отзыв о вас, группу крови, там, чтобы вы купили у меня растения. Ну, я не кота у тебя беру, я у тебя растения беру. Но это странно. И таких странных людей действительно много. А еще больше, мне кажется, людей странных и в других сферах. Я за другие не говорю, потому что у нас с вами цветочный подкаст. Но это правда неприятно. Неприятно находиться в атмосфере, где все постоянно грызутся. То есть вроде бы создали чат там или несколько чатов для того, чтобы делиться, для того, чтобы общаться. А по итогу люди просто ругаются, ругаются друг с дружкой. Что происходит с людьми? Почему все такие озлобленные? Я правда не понимаю. Мы с вами перешли к самому интересному растению. Это орхидея, которая растет все еще во мху. И еще хочу рассказать немножко про людей. Возможно, я уже наговорила столько, что от меня отпишутся. Но, знаете, есть еще такой класс людей, о которых я бы хотела вас предупредить и предостеречь. Есть просто хейтеры в комментариях на Ютубе, ВКонтакте, неважно где, которые пишут просто гадости. Ну, ладно, пишут да пишут, господи, там, собака лает, караван идет. Но, есть люди, которые под видом, я думаю, что это происходит специально, под видом своей вот такой типа добродетели пишут вредные советы. То есть, вот ты показываешь что-то, рассказываешь о том, как правильно ухаживать за растением. И в комментариях вылезает какая-нибудь мадам, которая пишет, что, да вот, вы все неправы, я тут 50 лет занимаюсь растениями, я вам сейчас расскажу, как надо. И дальше она пишет, как надо. И когда ты читаешь ее, как надо, волосы шевелятся, потому что, если человек разумный, человек давно занимается растениями, он понимает, что это чушь, что вот то, что она написала, просто угробит растения. А есть люди, которые только начали заниматься растениями, новички, они ищут информацию, и вы же понимаете, как это будет восприниматься? То есть, новичок заходит, смотрит мое видео, или там чье-то другое, или пост читает, и думает, так, вот так правильно, а потом открывает комментарий, а там какая-то мадам пишет, что, да все вы блогеры тупые, я вам сейчас расскажу, как надо, и дальше описывает, как надо, но при этом после этого, как надо, растение умрет. И ведь они же поверят им, потому что у нас в обществе есть такое мнение, что все блогеры недалекие, а вот есть люди, которые знают, как надо. И вот от таких, я вас прошу, прям остерегайтесь, реально остерегайтесь. Если вы чего-то не знаете про растения, но вы видите вот такие комментарии, что, да я сейчас расскажу, как правильно, ничего не понимаете, 300 раз проверьте информацию, если вы в чем-то усомнились, даже если вы не усомнились, просто проверьте. Вот я не раз встречалась с такими людьми, у себя на канале, я таких блокирую, я честно скажу, но я и у себя видела, и у других, когда начинают давать вредные советы. Я думаю, что если человек в своем уме, он понимает, что он дает вредный совет, который уничтожит растения, либо это люди не в своем уме. Я не психиатр, я не берусь судить людей, которые там что-то пишут или что-то говорят, но мне кажется, что эти люди немножко странненькие, и возможно, все это делается намеренно. Я, ну, это мое мнение, может быть, у вас оно другое, поделитесь им. Я сомневаюсь, что человек, который дает вот такой вот развернутый ответ, в котором куча вредных советов, на самом деле не знает, что он говорит. Не знать, что ты говоришь и не понимать, к каким последствиям это приведет, можно только, если ты невменяем. В остальных случаях, если ты что-то говоришь, нужно отдавать отчет о том, что ты говоришь и как это повлияет. Я вот записываю сегодняшний подкаст, четко отдаю себе отчет о том, что я говорю, о чем я говорю и что вы из этого там вынесете. Может быть, это даже кому-то неинтересно, а может, это многим неинтересно. Но мне искренне хотелось поделиться с вами о том, что цветочный мир это не только милые, прекрасные девушки в льняных платьицах, которые сажают цветочки, мило улыбаются, и всегда такие добрые. Нет, есть и другая сторона, есть озлобленные люди, есть люди, которым все вечно не так, все их не устраивает, они скандалят, они трепят нервы. Будьте аккуратнее и все-таки, ну, я бы сказала, остерегайтесь таких людей, потому что это неприятные люди, которые испортят вам настроение, посоветуют гадости. надеюсь, что в вашей жизни таких людей будет как можно, как можно меньше. Я пересадила последнюю орхидейку, это была самая простая пересадка в сравнении с остальными. И на сегодня у нас все. Пишите, как вам такой формат. Это мое первое видео, возможно, оно не понравится и будет неудачным. Возможно, в следующий раз я подберу какую-то другую тему, просто действительно наболело, накипело, когда ты это видишь много, и ты понимаешь, насколько, ну, модное, конечно, слово, но токсичные люди существуют в нашем мире. Хочется сказать, что, помните, ребят, не все такие. Много нормальных, много хороших, много добрых, искренних людей, но есть и другие. Старайтесь от них держаться подальше, и тогда все в вашей жизни будет хорошо. Все, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,